Приветствую вас, Станислав. Если говорить о том, почему девочка не сказала вам открытую всю правду, то здесь может быть просто элементарная воспитанность позволила ей это сделать, плюс людям достаточно сложно, тяжело бывает говорить какую-то такую вот правду, о которой вы здесь пишете. Вот, поэтому причин, почему она не сказала вам правду, может быть очень много, и в большом счёту это, ну, насколько это вообще важно, да, насколько вообще важно в данном случае говорить о причинах того, что она либо сказала, либо не сказала, вот. Смотрите, я не знаю, заметили ли вы или нет, вот, я не знаю, заметили ли вы вот это или нет. Но у вас присутствует очень сильно, на мой взгляд, обесценивание себя. То есть, вы очень сильно себя обесцениваете, вы очень не уверены в себе, если угодно. И по вашему вот тексту, по тексту вашего сообщения. Я бы сделал вывод, что на ситуации с девушкой, вы как бы переносите свои собственные противоречия. То есть, вы не уверены в себе, например. Вы считаете, что с вами что-то не так, например. И на девушку, на девушку именно, вы переносите то, как вы себя видите. На мой взгляд, такая позиция является, ну, достаточно деструктивной для построения любых отношений. Потому что, в некотором смысле, вы видите не девушку, а, ну, перед, перед собой. А только лишь, себя. И через девушку пытаетесь решить, вот, свои проблемы. Ни на секунду не предполагая, что, как бы, ваши проблемы могут быть, в общем-то, иллюзорными, ошибочными. И совершенно не имеющие ничего общего в действительности. Как, например, то, что вы говорите, вот, о том, что вы абсолютно уверены в собственной непривлекательности, но, что это как не комплексы. Вот, что это, как не какие-то, вот, сомнения в себе. Вот, что, что это. Понимаете, о чем идет речь? То есть, я хочу, чтобы вы, вот, в этом направлении подумали. Потому что, так, получается, что, вами, как бы, обесценивается, то, что, например, девушка вас, вас, выбрала, к примеру. То есть, вы обесцениваете выбор девушки. Вы навязываете, что еще девушка, да, ну, в некоторой степени, свою позицию, свою точку зрения, свое видение ситуации. И не принимаете, вероятность того, что ситуации могут быть другие. Ну, причины, да, другие. Основания, вот, и другие. Все другое. Это проблема. Ну, например, вот, вы пишите, что в течение очень долгого времени, да, вы не выходили с девочкой на связь, не выходили с девочкой на контакт. Вы пишите, что, там, допустим, ну, боялись этого. Например. Вот. Ну, к примеру, к примеру. К примеру. К примеру. К примеру. А потом, вы, удивляетесь. Почему? Она не хочет с вами, ну, взаимодействовать. Да? То есть, по-моему, вы удивляетесь. Почему? Она говорит, что вам лучше остаться. Потому что, да. Потому что, здесь вполне вероятно, человек просто увидел, что вы нерешительны и как бы понимает, что вполне будет сложно. И не захотел, а продолжал. Но вы это восприняли. Так? Что дело в вас, что дело в вашей внешности, что дело в том, что она разочарована, и, в общем-то, ну, по сути, давили, давили, давили на нее. Давайте, как бы, все-таки, наверное, да? Вещи будем, например, своими, своими именами. Вот. А, и, естественно, добились того, что она сказала, вам больше не писать. Вот. Что, в принципе, ну, как мне, кажется, вполне естественно здесь. Вот. По большому счету, вы просто не успокоились, пока не получили подтверждение эммммм того, что эмммм о себе думы, ну, того, что о себе думы, о себе думы, грубо говоря. Это в год. И по большому счету, да, это крайне серьезная проблема. Поэтому здесь эммм идея наверное не в том, чтобы к примеру, к примеру, эммм выяснять. Эмм, почему девушка поступила так или иначе. Да? Вот. А здесь эмм основное то, чтобы вы для себя сами разобрались в себе в своей неуверенности в своей эммм низкой самооценке, например. Это могло бы вам помочь стать более уверенным в себе и не упускать возможность эммм ну завести отношения с девушками так, чтобы они не уходили от вас, чтобы они не эммм ну чтобы они не чувствовали, что их как бы ну не бросили, конечно, но эмм разочарованы короче говоря не чувствуют. Вот примерно примерно так я думаю можно вам ответить на вопрос, который вы задаете вот что необходимо работать самооценкой вот с хобией вашей уверенности в себе необходимо разобраться и помочь вам освободиться от комплексов которые у вас имеют место быть ну в частности вот относительно комплекса относительно того что вы считаете себя непривлекательным вот вот это крайне необходимо сделать и когда это будет сделано когда это будет сделано я полагаю что вам будет легче а подобные вопросы которые вы задаете не будут не будут вас уже беспокоит и вы сможете гораздо более адекватно спокойно выстраивать свои отношения с девочками вот делая это совершенно естественно и так как вам удобно именно так как вам этого хочется вот на этом все я надеюсь что помог вам помог вам если понравился мой ответ я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи надеюсь что ситуация разрешится что я не Продолжение следует...